Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам хочу рассказать, как лучше надевать тяжную гребенку на полотно. Несколько ошибок. Во-первых, если мы надеваем гребенку, не надо ее надевать прямо на полотно, которое висит на иглах в рабочем положении. Не получится, у вас полотно наденется неравномерно и будет тяжело провязывать, потому что гребенка будет торчать вверх по иглам. Даже пробовать не буду и показывать не буду вот эту ошибку. Если вы делали, сами знаете. Как рекомендую. Ставим, выдвигаем вперед иголки и надеваем гребенку. Отлично надевается, замечательно держит. Но тут тоже есть нюанс. Если мы наденем гребенку традиционным способом, как я вам сейчас показала. Во-первых, гребенка подтягивает нить рабочую, приходится вытаскивать. Либо она образует петлю, либо она не зацепляет крайнюю зуб. И у нас получается небольшой вот здесь вот брачок по краю. Это первое. И второе. Если оставить зубья в сторону машинки, выдвигаю вперед, отлично все держится, можно провязывать. При таком положении машина будет забивать гребенку между колками. Будет очень тяжело вязать. Сейчас вам покажу. И теперь эта гребенка цепляется за все колки, задвигается назад и ведет себя очень нехорошо. То есть, каждый раз, видите, приходится отцеплять от полотна, в результате чего она бывает слетает с вязания. И способ гораздо более интересный и правильный. Мы точно так же ставим в переднее положение иглы, в среднюю переднюю иглу, чтобы иглы отошли от игольницы. Разворачиваем гребенку зубьями к себе и надеваем. Надевается идеально так даже. Немножко подцентровать. Все. Подвинули полотно к игольнице. Одним движением освободили нить от зубьев гребенки и провязываем. Теперь иглы гребенки не будут цепляться за игольницу машины. И в каретки будут приезжать гораздо легче. Ничто ни за что не цепляется. Идеально провязывается. Полотно оттянуто вниз равномерно. И при таком положении гребенка с полотна не слетает. Провязали какое-то количество рядов. Подвинули еще раз. Перевесили. Вяжем дальше.